В Саратове судья вынес очень суровый приговор, обвиняемым в попытке изнасилования фельдшера скорой помощи. Напомню, медик приехала на срочный вызов в квартиру, но вместо больного ее встретили пятеро здоровых и нетрезвых мужчин, которые пытались заставить даму станцевать стриптиз. Женщина успела закрыться в ванной и позвонить в полицию. Кстати, подсудимые вели себя на заседании очень вызывающе, даже шутили, пока не услышали приговор. Анастасия Серманова подробнее. Еще недавно этим крепким мужчинам требовалась помощь медиков, но сегодня они могут надеяться лишь на своего адвоката. Все трое подозреваются в попытке изнасилования фельдшера. Вот только в глазах злодеев ни капли раскаяния во время последнего заседания. Они только отшучиваются и, кажется, даже играют на камеру. Всем привет, у меня все хорошо. Пострадавший врач до сих пор в шоковом состоянии. На заседание девушка не пришла, с ней работают психологи. Известный ее телефон зазвонил поздним вечером. На другом конце провода беспокойный голос сообщил, мол, у друга подскочило давление. Доктор тут же поехала на вызов, однако вместо оказания медицинской помощи от девушки потребовали совсем другие услуги. Трое из присутствующих мужчин стали осуществлять действия, направленные на изнасилование потерпевшей. Противоправные действия фигурантов были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов. В квартире в ту ночь, видимо, проходила бурная вечеринка. Хозяин дома запер медицинского работника и сказал, не выпустят гостю, пока та не станцует стриптиз. Разгоряченные собутыльники решили принять участие в представлении, стали распускать руки. Девушка не растерялась, отвлекающий маневр сказала, мол, нужно ванную. Фельдшер правильно оценила ситуацию, смогла закрыться в ванной комнате и по телефону корпоративной связи сообщить об инциденте на подстанцию. Немедленно на адрес был вызван наряд сотрудников полиции. Дожидаясь правоохранителей, девушка должна была выслушивать непристойности и угрозы в свой адрес. Очевидно, состояние агрессоров не позволило выломать дверь и закончить начатое. Пьяных друзей-соблазнителей тут же задержали полицейские. Уже в зале суда сообщники скажут, все, что произошло, лишь недоразумение, неудачная шутка. Мы с чего-то раздули, что группой там хотели что-то с ней сделать. Но если по приговору, если как они предъявляют, что они час находились в одном помещении, там три человека, еще двое прошли свидетелями, они хотели ее убить и изнасиловать, и за целый час они на ней пуговицы не расстегнули. Вот только девушке-фельдшеру в ту ночь было совсем не до смеха. Несколько месяцев заживали синяки на теле, однако душевную травму просто так не залечишь. Обидчика все же осудили. Ближайшие восемь лет друзья проведут в колонии строгого режима. Правда, адвокат пострадавший уверен, этот срок ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить девушке. Сможет ли она продолжить работу? Большой вопрос. Анастасия Сермонова, экстренный вызов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова